Друзья, всем привет! Сегодня я вам хочу показать две шины это Michelin за 7,150 и Kama 255,16 за 4,140 то есть две шины два разных класса почему Michelin стоит вот столько, а Kama стоит вот столько? Сегодня мы посмотрим разницу между премиальными шинами и бюджетными. И что лучше рассмотреть все-таки обычному человеку кто едет в городе и особо не гоняет Kama или все-таки Michelin? Так что погнали! Ну, наверное, начнем с того, что Michelin это все-таки, да, премиальная шина и в премиальных шинах, как правило, используется состав резины более, скажем, богатый более натуральный, нежели вот в этой деревянной камне. То бишь, видимо, содержание каучука в Michelin все-таки побольше, чем в этой же Каме как правило, в Каме больше сажа идет. Но в Michelin она тоже есть, но в маленьких пропорциях. По поводу давайте просто по жесткости с вами поговорим. Michelin, он, конечно, в разы мягче, он в разы износостойчивее будет, чем та же Кама. Кама, она уже идет более, скажем, деревянная резина. Если посмотреть по протектору, то в Michelin явно видно, что четыре канавки широкие и отвод воды вот пошел. То есть, намного эффективнее будет отвод воды. Если мы с вами рассмотрим Каму, канавки, да, они есть, отвод воды тоже будет хороший, но у Michelin он будет более эффективен. Кстати, вот этот протектор Кама 129, он чем-то напоминает Континенталь. Вот сейчас здесь покажу вам. Но, как бы, основная разница данных шин идет, конечно же, у нас с вами в безопасности. Чем в шине больше используют технологии, чем резина мягче, тем, соответственно, сцепление с дороги будет лучше, нежели, скажем, вот на этой деревянной, извините, Кама резине. Конечно, да, ценники у них отличаются между собой на целых 3000 с колеса. Это 12000 комплекта. Разница есть с вами. Итак, давайте я вам все-таки расскажу, куда же покупают Каму. Конечно, большинство людей берут именно дорогую резину, дороже, чем Каму. Но не все Michelin тоже берут. Кама у нас с вами, это бюджетная резина, наша, российская. Без всяких, скажем, технологий сделаны. Если, грубо говоря, рассудить по-русски, чем отличаются между собой эти две шины, естественно, первое, это цена. То есть на Каму она намного ниже. Второе, это, скажем, в салоне шум. То есть Michelin будет намного тише, чем та же Кама. В-третьих, по безопасности, ну, Michelin будет лучше в плане торможения. На сухом, на мокром асфальте. Кама это проигрывает. Но у Кама есть еще такой плюс. У них борта идут деревянные. Следовательно, если вы на большой скорости попадете в яму, то шина Кама, она вряд ли пробьется. Но, может быть, Michelin более, скажем, подвержен этому. Потому что борта здесь намного мягче. Но, если на большой скорости вы затормозите, на Michelin у вас, конечно, будет тормозной путь намного короче, чем вот на этой же Каме. И, возможно, вы даже в яму не попадете. И в ДТП, соответственно, тоже. Ну, одно еще из самых важных, это, конечно же, долговечность. Шина Michelin отъездит намного больше, чем та же Кама. Хоть Кама и жесткая, но протектор, он у них такой идет. Не сильный, конечно, он жесткий, мягковатый. Квота, бывает, он отслаивается. Это все результаты того, что шина бюджетная. Michelin такого нету. На балансировке тоже, когда вы балансируете колеса после второго сезона на Кама, она, возможно, будет яйцом, и вот так вот у вас колесо будет прыгать. На Michelin такого нету. Потому что это резина, которая отвечает за долговечность. То бишь, получается, за 2-3 сезона вы катаете Каму. 6-7 сезонов будете ездить на Michelin. То бишь, цена Michelin это 2 комплекта Каму. Но опять же, смотрите, нужно понимать, если у вас автомобиль старенький, вы особо не гоняете, более спокойная езда, там, не знаю, тысяч, может, 5-10 максимум в год, ну, можно рассмотреть Каму, можно рассмотреть, но не советую. Если все-таки большие пробеги, часто по трассе, город, то лучше, конечно, Michelin рассмотреть. Это намного интересней шина. Так что, ребят, выбирайте резину правильно. Всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро буду готовить вас к летнему сезону 2022 года. Снимать топ-шин. Всем удачи, ни гвоздя, ни жезла. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!